Рады приветствовать вас на канале GESIT.com. Во время презентации видеокарты RX 570 компания AMD сообщила, что рассматривает ее в качестве замены модели R7 370 для разрешения Full HD, на фоне которой новинка смотрится отлично. Но многих интересует вопрос, насколько показатели RX 570 превосходят RX 470. Ведь не секрет, что обе используют одинаковые по своей структуре графический процессор. Однако новинка имеет более высокие частотные параметры. Так, номинальная скорость GPU выросла с 926 до 1168 МГц или на 26%, а динамическая с 1206 до 1244 или на 3%. В свою очередь рекомендованная эффективная частота видеопамяти повысилась на 400 МГц, что эквивалентно 6%. Но поскольку ключевую роль играет именно динамическая частота GPU, а не номинальная, то ожидаемая разница между эталонными моделями находится в районе 5, максимум 10%. Партнеры AMD презентовали множество моделей с заводским разгоном. Можно ли ожидать подобной разницы в производительности и от них? Чтобы проверить это, нам удалось заполучить на тест по 4-гигабайтному представителю серии RX 470 и RX 570. Первая видеокарта Sapphire Nitro Plus Radeon RX 470 отличается фирменным кулером Dual X с двумя 95-миллиметровыми вентиляторами и динамической частотой GPU на уровне 1260 МГц. Хотя в целях эксперимента нам удалось уменьшить её до эталонных 1206 МГц. А вот затормозить видеопамять с 1750 до референсных 1650 МГц так и не удалось. Противостоять ей будет одновентиляторная модель Sapphire Pulse ITX Radeon RX 570 4GD5. По умолчанию она использует эталонную частотную формулу для графического процессора и видеопамяти. В роли монитора использовался Philips Brilliance 328P6, построенный на основе качественной VA панели с очень хорошей заводской калибровкой, отличной статической контрастностью и высокой скоростью реакции матрицы. Его можно применять как для работы с графикой, так и для игр. Переходим к тестированию. Бенчмарк Deus Ex Mankind Divided в режиме DirectX 11 при высоком пресете графики по максимуму загружает обе видеокарты. И если разница в средней частоте не превышает 1 фпс, то минимальный показатель у новинки на 37% выше. 48 против 35 кадров в секунду. Rise of the Tomb Raider при очень высоком пресете графики в режиме DirectX 11 в обоих случаях выдает приятную картинку с приблизительно одинаковой средней скоростью видеоряда. Итоговые общие показатели опять очень близки. 66 против 65 кадров в секунду. Да и по минимальному фреймрейту имеем паритет. А вот Rainbow Six Siege при ультра настройках просто создан для рекламы новых видеокарт от AMD. Уже с первых кадров становится понятно, что преимущество RX 570 будет неоспоримым. Итоговый результат лишь красноречиво это подтверждает. 119 против 77 по среднему фпс и 86 против 56 по минимальному. Разница превысила 50% в обоих случаях. С Far Cry Primal ситуация кардинально противоположная. Мир мамонтов и саблезубых тигров даже при ультра пресете практически не почувствовал разницу между этими видеокартами. В итоге имеем 57 против 56 фпс по среднему показателю с просадками до 45 кадров в секунду в обоих случаях. Гоночный симулятор Dirt Rally также не выражает особого энтузиазма по поводу перехода с RX 470 на 570. Средняя скорость видеоряда повысилась с 95 до 97 кадров в секунду, а минимальная с 81 до 82. То есть разница получается в районе погрешности. Неожиданный результат показал бенчмарк For Honor при очень высоком профиле графических настроек. Средняя частота кадров у RX 470 оказалась выше, чем у более новой RX 570, хотя разница небольшая. 74 против 71 фпс, что эквивалентно 4%. Но по минимальному показателю все становится на свои места. 54 против 45 кадров в секунду в пользу RX 570. Бенчмарк Z-Division подсчитывает лишь среднюю частоту кадров, поэтому минимальную скорость мы отслеживали с помощью мониторинга. В обоих случаях она была зафиксирована в самом тяжелом месте при прохождении камеры через дым. В итоге RX 570 выдала 60 фпс с просадками до 35, а RX 470 – 58 с просадками до 33. Разница составляет 3-6%. Завершить эту небольшую тестовую сессию хочется в Ghost Recon Wildlands при очень высоком пресете графики. Опять же, объективный бенчмарк фиксирует минимальную разницу в показателях. Средняя скорость в обоих случаях держится на уровне 54 фпс, а минимальная – 44. А теперь давайте подведем итоги. Разница между рассмотренными видеокартами серии RX 470 и RX 570 заключается в повышенной на 3% динамической частоте GPU. Ну а видеопамять у них функционирует на одинаковой скорости. Поэтому неудивительно, что разрыв по среднему показателю у них в большинстве случаев составляет 1-3%. Другими словами, владельцам 470 нет смысла даже думать о переходе на 570, тем более их все равно днем с огнем не найти сейчас. На этом все друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых интересных тестов. Всего вам хорошего и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok